Алиса, включи спокойно музыку. Друзья, всем огромный привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня будем с вами общаться в такой непринужденной домашней уютной обстановке. Поэтому приглашаю вас в свое новое видео. И также приглашаю в свой телеграм-канал, который я активно веду. Я там практически бываю каждый день, выкладываю рецепты, делюсь новостями. Так что, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в описании к этому видео. Ну, а мы уже позавтракали, и у меня после завтрака есть такой особый ритуал. Это выпить чашечку кофе и выйти в сад, немного побыть наедине со своими мыслями, пройтись, посмотреть, что распустилось в саду. У нас сейчас активно цветут тюльпаны. На момент монтажа видео тюльпанов стало еще больше. Я очень люблю наслаждаться красотой нашего сада с чашечкой кофе. Эти желтые тюльпаны моя отдельная любовь. Они у меня растут вместе с розами. Кстати, розы в этом году у нас очень плохо перезимовали. В телеграм-канале я делилась, как я их реанимирую, чем поливаю, опрыскиваю. Так что, обязательно переходите. Там много полезной информации. У меня вон там два таза белья. Сейчас буду все разбирать. И написала себе список дел, которые хочу сделать сегодня. Поэтому буду делать, заодно мотивироваться съемками и мотивировать вас. А у меня еще новые серьги. Купила себе колечки. Давно хотела именно, знаете, такие, чтобы они выглядели громоздко. Не капельками, как сейчас модно, а именно колечками. И я вот нашла вот такую модельку. На Азон нашла классный магазин с аксессуарами. Там такие красивые украшения. И стоят, на самом деле, не очень дорого. Вот эти серьги мне обошлись до 1000 рублей. Сейчас покажу упаковочку. У меня припрятано. Вот так называется Елена Полякова. На подарок будет замечательно. И, вы знаете, когда я открыла коробочку, здесь от коробочки исходит такой аромат. Я не знаю, это какой-то парфюм они сюда брызгают или что. У меня здесь пока хранятся мои старые серьги. Вот. Я уже несколько лет назад перешла на серебро. Вот мне больше всего нравится серебро. Вот эти серьги у меня не вызывают никакой аллергической реакции. Все хорошо. Так что смело могу вам советовать. Я по-домашнему, в своем любимом костюме. Я поняла, что я человек-костюм. Мне дома удобно ходить в штанах. Либо в каких-то спортивных костюмах. Ну, платье за редким исключением я ношу. В основном только в летнее время. А вот в этом костюмчике прям очень удобно. Кто-то мне писал, что похоже на кимоно. Ну да, отчасти немножко похоже, но в нем очень удобно. И мне нравится, что у него рукава три четверти. Удобно делать домашние дела. Когда делаю дела, обязательно убираю волосы. Потому что они у меня длинные и мешаются. Накануне я делала большую стирку. У меня накопилось два таза вещей, которые я должна разложить. Обычно я стираю две стирки и потом делаю одну сушку. Это белое белье. И также у меня получается с темным бельем и с цветным бельем. Когда у меня сушильная машина заканчивает цикл, я беру из шкафа плечики. И прям пока белье теплое, я его развешиваю сразу на плечики. Тогда вообще не нужно гладить ничего. В основном это футболки, платья. Такая домашняя одежда. Не на выход. Я обычно ее не глажу. Просто оставляю после сушилки. И в принципе этого достаточно. Конечно, если вещи на выход, то естественно я все оставляю в прачечной. Кладу на гладильную доску. И сразу же стараюсь погладить и повесить в шкаф. Здесь у меня в тазу в основном нижнее белье, маечки, бижамки. Вещи, которые мы носим дома в основном. Я отбираю свою одежду, мужа одежду. Раскладываю по местам. А уже девочки у меня самостоятельно отбирают свои вещи. Там носочки, нижнее белье. И складываю я только футболки и маечки. Потому что они пока не могут сложить так компактно. Однажды я разбирала вот такой же завал белья. Мне нужно было разобрать быстро. У меня не было много времени. И я попросила девочек помочь мне. И замотивировала их тем, что сказала, вот у мамы только две ручки. А если вы мне будете помогать, то ручек будет уже шесть. И мы справимся в три раза быстрее. И они так замотивировались. И после этого они всегда мне помогают раскладывать свои вещи по местам. Также вчера, после того, как я постирала всю одежду, я еще закинула белые кеды. Стираю их в машинке на 40 градусов. Не на 60, чтобы они не развалились во время стирки. И потом, после обуви, я всегда запускаю очистку барабана. И добавляю немного белизны. Чтобы сделать некое обеззараживание барабана стиральной машинки. Сейчас погода на улице хорошая, солнечная, немного ветреная. И поэтому я сушу обувь сейчас на веранде. На солнышке они высыхают намного быстрее. И кеды я всегда белые стираю в стиральной машинке. Практически не мою их вручную. Ну, за редким исключением. Если там появилась какая-то очень сильная грязь. Или, например, зеленая трава. Тогда можно замочить в кислородном очистителе. А так, в целом, просто чтобы освежить, я стираю их в стиральной машинке. Также в моем списке дел. Сегодня была небольшая уборка в гостиной. Это такая быстрая уборка, когда поправляешь подушки. И, знаете, двухминутное дело. А гостиная сразу смотрится абсолютно по-другому. Сразу опрятнее. Когда все подушечки разложены. Когда все расправлены. И вы так часто спрашиваете про этот диван. Друзья, это диван.ру. Заказывала на этом сайте. И как же я им довольна. Настолько удобный. Вот лежишь и отдыхаешь. Единственное, я уже хочу заказать химчистку на оба дивана. Потому что они какие-то засаленные. И ковер тоже какой-то у нас не очень чистый. Поэтому обязательно закажу профессиональную химчистку. Не буду тереть сама. Потому что боюсь испортить. Но вот честно, ни разу не пожалела, что взяла светлые диваны. Также у меня сегодня в планах вымыть пол. Я уже, друзья, давно влюблена в беспроводные пылесосы. А если пылесос сочетает в себе функцию сухой и влажной уборки, то это просто незаменимый помощник в доме. Потому что это действительно экономит время, нежели чем вы сначала одним пылесосом выполняете сухую уборку, затем достаете швабру, начинаете мыть пол. При использовании беспроводного моющего пылесоса вы одновременно пылесосите и моете пол. Это действительно актуально для людей занятых, как и я, например. Если вы не хотите тратить много времени на уборку, много сил. И также, если у вас есть, например, домашние животные или дети, и вам нужно постоянно прибирать, постоянно содержать пол в чистоте, если дети, например, маленькие ползают, то вот такой пылесос действительно станет незаменимым помощником в вашем доме. Сегодня я буду выполнять уборку с помощью пылесоса от российского бренда Волмар. И я пользуюсь этим гаджетом уже не первую неделю. И могу сказать, что это самый удобный пылесос беспроводной, который у меня был. Он настолько маневренный, легкий, а еще у него очень низкий уровень шума, всего 65 дБ. И поэтому убирать с помощью этого устройства одно удовольствие. Перед началом я наполнила резервуар для воды. И что мне понравилось, у данной модели большой объем резервуара. Мне хватает, чтобы вымыть полы и на первом, и на втором этаже. Перед началом уборки я включаю функцию Space Clean. Это обеззараживание воды электролизом и ОФ-лампой. Убивает микробы, бактерии. Также отдельно хочу отметить качество мойки. Очень хорошо моет пол. У нас иногда есть разного рода загрязнения на плитке. Особенно здесь, на кухне. И у данного пылесоса есть 4 режима работы, которые вы можете использовать в зависимости от покрытия. Например, режим Smart. Пылесос может сам определять силу загрязнения и подбирать необходимую мощность и подачу воды. Эко режим подойдет для капризных покрытий, таких как ламинат. А вот режим Turbo как раз подходит для сильных загрязнений, засохших пятен. Я его включаю здесь на кухне, на плитке. При таком режиме сильнее подается вода и увеличивается мощность всасывания. А еще я заметила, что данная модель пылесоса очень хорошо моет возле стен и возле плинтуса. Для меня очень важно, чтобы вот это место, которое ближе всего к плинтусу, также было убрано. И чтобы я его не убирала отдельно. И вот здесь за счет специальной конструкции щетки пылесос очень близко убирает возле стен и плинтусов. Как и у многих других пылесосов, здесь есть функция очистки щетки. Но вот сушку для щетки я встречаю впервые. После того, как вы попользовались этим пылесосом, нужно обязательно запустить очистку щетки. И когда она очистилась, нужно ее вынуть на просушку. Если вы забудете это сделать, то есть вероятность, что щетка запреет и потом будет неприятно пахнуть. Вот здесь это исключено, потому что здесь есть встроенная функция сушки. И это для меня такая палочка-выручалочка, потому что у меня было пару раз, когда я забывала это сделать, и сам ролик начинал неприятно пахнуть. Так что я очень довольна своим новым помощником. Если вы тоже заинтересовались, то ссылочку на данную модель пылесоса я оставлю в инфобоксе. Я вам от души рекомендую, потому что на данный момент это самая лучшая модель беспроводного моющего пылесоса, которая у меня была. От души вам советую приобрести этот пылесос. Ну а я, в свою очередь, буду пользоваться и получать удовольствие. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Алиса, включи спокойную музыку. Друзья, давайте покажу, что заказывала на Озон. Купила девчонкам и нам тоже кедровые орехи из Сибири. Они уже очищенные. Я их всегда добавляю и в салат, и куда угодно их можно добавлять. И просто так выдаю девчонкам, но не больше где-то 10-15 штучек, чтобы плохо не было. Также еще взяла кешью. Вот эти орехи я буду мыть и сушить, так как они сырые. Здесь дата производства апрель. Очень свеженькие. И их надо хорошо вымыть, потому что, как правило, вот эти орехи, они очень грязные. И также всегда беру миндальные лепестки. Мне почему-то нравятся именно от этого производителя. И я их добавляю также и в салат. Могу добавить в выпечку, например, украсить кекс, либо маффины. Очень мне нравится. И также я решила попробовать заказать гранолу. Написано, что без добавления сахара, консервантов, ароматизаторов. Ну, не знаю, попробуем. Я хочу девчонкам готовить йогурт. Для этого я купила закваску. Здесь два вида закваски. Одна полезная. То есть здесь можно сделать йогурт, кефир, ряженку. И также взяла закваску, которая обладает уже лечебными свойствами. Это прям комплекс пребиотиков. У меня есть йогуртница. Поэтому я хотела бы начать делать девчонкам такой полезный йогурт в качестве перекуса. И уже к йогурту добавлять, например, гранолу. Также взяла еще смесь для блинов без глютена. Хочу попробовать. Кстати, в магазине я такую не встречала. У нас в перекрестке представлен этот бренд. Но, к сожалению, я вот именно смесь безглютеновую для блинов не видела. И из полезностей для дома. Давно я смотрела на вот такой органайзер для пергамента, фольги и стрейч-пленки пищевой. Но вот знаете, все никак, никак. То денег жалко. А потом думаю, ну это же удобно. Действительно удобно. Хочу организовать хранение. И также купила на Озон. Это регулятор размера. Как это правильно называется? А, застежка для уменьшения брюк. У меня девчонки такие худенькие. И иногда джинсики на них спадают. Ремни они не очень любят. Поэтому решила вот попробовать взять. Сейчас буду заниматься орехами кешью. Миндальные лепестки и кедровые орехи я уже пересыпала в органайзер и отправила в ящик на хранение. А вот с орехами кешью надо повозиться. Я их сейчас пересыпаю в большую миску. Хорошенько промываю. Несколько раз меняю воду. И затем оставляю в холодной воде примерно на 30-40 минут. А тем временем приготовлю йогурт. Для этого мне понадобится литр молока. Я молоко подогреваю примерно до 40 градусов. Затем добавляю закваску. Хорошенько перемешиваю. И буду разливать по баночкам. Мне пришел заказ из магазина Ларидут. Девчонкам заказала кое-какую одежду на лето уже. Заказала Сашеньке комплект футболок. Вот знаете, чем мне нравится магазин Ларидут? Вот если футболка, то она уже какая-то будет необычная. Мне нравится у них детская коллекция. Особенно для девочек. Смотрите, какая красота. Просто обычные базовые футболочки. Но такие симпатичные. На рукавах, кстати, тоже небольшие рюши. Комплект футболок. Синяя, светло-розовая, белая. И такого черничного цвета. Мне кажется, будет очень удобно и с лосинками, и с шортиками. И мне нравится, что они сразу идут комплектами. Потому что так получается выгоднее покупать. У меня Сашулька любит очень синий цвет и оранжевый. И когда я увидела этот комплект на сайте, думаю, ну все, надо брать. Причем такие платьишки очень удобно носить именно летом. На рукавах небольшие валаны сделаны. И оно немножко с завышенной талией. Красиво смотрится. Ткань достаточно приятная. Ребеночку не будет жарко летом. Для Анечки я заказала такой же набор футболок. Смотрите, Сашеньке я заказываю в размере 12, хотя ей 10 лет. А Анечке я заказываю в размере 8, хотя ей полных 6 лет. И мне еще очень понравились вот такие лосинки в цветочек. Они с небольшим начосиком. И вот знаете, у нас лето такое разное бывает. Обычных лосинок тоненьких у нас много. А вот таких утепленных, когда, знаете, там плюс 15, плюс 17 градусов у нас иногда летом бывает. Вечером даже надеть. Вот таких у нас не было. Поэтому тоже Анечке заказала. И я еще заказала, ой, такое солнце сегодня, вот такую пижамку. В прошлом заказе она была у меня для Сашеньки. И когда Анечка увидела, говорит, мам, я тоже хочу. Я думаю, ну, пока есть наличие, я закажу. Вообще, это зимняя пижамка. Тут штанишки на резинке. И вот такая рубашечка с длинным рукавом. Очень все качественно прошито. Вот этот особенно кант. Оставлю на зиму. Вот как раз и подрастут детишки. Для супруга у меня тоже обновки. Я ему заказала вот такую джинсовку. Очень красиво она, стильно смотрится. Вот сюда вот покажу, как она сидит. В целом Кирилл ее вообще больше не снимает. Говорит, это самая красивая куртка, которая у меня была. И цвет очень хорошо, голубоглазым. У меня у мужа размер 50. Это российский размер. И в Ларедут ему подошла Элька. И для себя я тоже заказала обновочку. Это вот такая стильная рубашка. Она оверсайз. Я взяла в размере 40. Ну, немножечко побольше, чем у меня на самом деле размер. Я ношу 44 размер. И когда я выставила фотографию в телеграм-канале в этой рубашке, вы сразу начали спрашивать, откуда, откуда вот это Ларедут. Очень хорошее качество. И, знаете, у нее классная посадка. И также взяла еще базовую футболочку. Взяла в размере Эль. Я люблю, когда посвободнее. Тоже приятная ткань. Она такая удлиненная. Вот, вместе с вот этой рубашкой смотрится очень красиво. Друзья, вот такие у меня обновочки с сайта Ларедут. Я напоминаю, что у меня есть промокод, который дает скидку. И вы можете более выгодно, применив мой промокод, купить товары с сайта Ларедут. Кстати, вот это одеяло, про которое вы тоже всегда спрашиваете, это тоже Ларедут. Оно мне так нравится. Менять его не хочу. Просто вот моя отдельная любовь. Сашулька пришла, подарила мне букетик одуванчиков. Говорит, мам, я пожертвовала своей резинкой тоже. Теперь играет. Да, Саша? Да. Когда Ириша приезжала в гости, подарила мне вот такие подставочки. Это Кюхенленд. Это подставки для яиц. Можно их использовать и на Пасху, и в обычной жизни. Например, мы любим варить яйца в мешочек и вот так вот ставить на завтрак. Мне кажется, очень красиво. Еще вон там деревянный зайка, тоже подставка под яйца и вот такой замечательный кувшинчик. Как же он красиво смотрится. Вообще, я прям очень довольна, что у меня здесь появился... Правда, я хотела с стеклянными дверями, но такого я не нашла, чтобы именно такого размера был. Потому что мне нужен был небольшой, узенький. В основном они идут полтора метра, два метра. Ну, то есть такие вот объемные. А здесь мне нужно было что-то такое компактное. Вот, и я постепенно его обживаю. А еще давайте покажу свою маленькую, большую радость. Моя орхидейка, которая, помните, все вот эти бутончики у нее опали. Потом еще и дети ее свалили. Она, видите, обломилась. Я ее обрезала. Думаю, ну все, не будет у меня цветочков. В итоге, смотрите, она вот из этой почки крайней пустила веточку. И уже один цветочек распустился. Я поняла, что я ее просто заморозила. Вот, а сейчас тепло от окна не дует. И ей здесь прям очень-очень хорошо. После моих неудач с орхидеями, муж мне подарил еще одну вот такую красивую. И вот эту свекор мне подарил на 8 марта. Вот они у меня тут стоят. А еще я переставила сюда Алису. Потому что я когда работаю, я сейчас не слушаю ничего. Потому что мне просто некогда. На новом участке мне прям нужно больше концентрации. Я поэтому не слушаю ни аудиокниги, ничего. А здесь, когда готовлю, очень удобно. Поставил колонку, смотришь видео какие-нибудь. Либо могу слушать аудиокнигу. Прям очень удобно. А еще я вот сюда поставила поднос. И на него выставила все какие-то соусы, приправы, которыми я пользуюсь часто. Мне нравится, как заполнено это пространство. Девушка мне в комментариях предлагала вот этот поднос заменить на другой. На такой крутящийся. Вы знаете, да, наверное будет удобнее. Но почему-то мне как-то нравится и так. Красиво, симпатично и все под рукой. Ну а я сейчас хорошо промою орехи и поставлю их сушиться в духовом шкафу примерно при температуре 100 градусов. И поставлю таймер на 2 часа. Периодически буду посматривать, как они там себя чувствуют. Ну, в среднем занимает около 2 часов. И в планах у меня сегодня приготовить детям сырники. Давненько не готовила. Попросили меня девчонки. Поэтому я сейчас буду готовить вкусные сырники. Рецепт у меня неизменный всегда. Как-то сама к нему пришла методом проб и ошибок. Оставлю его в описании к этому видео. Готовлю всегда с рисовой мукой. И еще обязательно добавляю манку. Тогда сырники получаются вкусные, пышные. Значит, нам потребуется 3 пачки творога по 180 грамм. На этот раз я взяла вот такой Дмитриевский. И беру 2 яйца на такую граммовку творога. 2 столовых ложки манки. Сахар добавляйте по вкусу. Я добавляю где-то 1,5 столовых ложки. Щепотку соли и ванилин. Муку я добавляю из расчета 1 столовая ложка на 1 пачку творога. Тогда сырники получаются не жесткие. В итоге я добавила 3 столовых ложки на 3 пачки творога. И чтобы сырники получились красивой, правильной формы, я формирую с помощью стакана. Сначала отмеряю столовой ложкой тесто. Смоченными в воде руками формирую сырник. Обваливаю в муке. Я также здесь использую рисовую муку. И затем с помощью стакана формирую идеальную круглую форму сырника. Этот способ позволяет получить сырники одинаковые по форме и размеру практически как в ресторане. Обжариваю я на кокосовом масле и сковороду я использую из нержавеющей стали. Сырники у меня готовы. Орехи, смотрите, тоже подрумянились. Орехи, кешью, очень полезные. Я сейчас убегаю за Анечкой. Надо ее забрать из детского садика. И потом быстро покормлю. Сделаю либо какао, либо чай к сырникам. И уже в 6 часов у них начинаются занятия. Они ходят на танцы. Я уже рассказывала про нашего замечательного тренера Елена Александровна. Потрясающий педагог, который действительно учит детей двигаться. Не просто, ну знаете, руками махать. Не просто какие-то движения базовые. А именно чувствовать музыку, работать в коллективе. Вижу по девчонкам, что действительно им дает очень много развития посещение вот именно этой секции. Также мы занимаемся музыкой. Я уже рассказывала, поэтому у нас пианино в доме появилось. И вы знаете, я вот смотрю на детей и думаю, как же это классно заниматься музыкой. Я тоже хочу. Пусть это будет таким моим хобби. Может быть у меня получится, не знаю. В общем, я тоже думаю над тем, чтобы заниматься с Галиной Николаевной, с нашим педагогом, который к нам приходит. И, не знаю, пусть это будет такая моя отдушина. Потому что сейчас на вязание у меня вообще нет времени. Хотя я накупила себе пряжи. Думаю, вот свяжу вот это, вот это. В итоге ничего у меня не выходит. Нет времени. Но на самом деле это просто моя такая особенность. И я люблю все откладывать. Вот когда действительно мне понадобится шапка, я ее свяжу буквально за 2 дня. Так, время уже без 15.05. Я побежала за Анечкой. Друзья, еще на Азону купила вот такую кокосовую сгущенку. По отзывам говорят вкусная. Но сейчас девчонкам, да, будут у меня, ой, тестировать. Кстати, дети у меня заценили кокосовую сгущенку. Очень она им понравилась. Правда, она у нас была из холодильника. И надо ее было немножко подержать при комнатной температуре. Тогда она не была бы такая твердая. И также дети у меня оценили йогурт, который я готовила. Мы теперь его используем как основу. Добавляем в него гранолу, ягоды. Можем варенье добавить или мед. Также можно добавить орехи, миндальные лепестки. Все, что угодно. Разная комбинация может быть использована. И на выходе мы получаем вкусный и полезный перекус. Друзья, ну а на этом буду уже заканчивать свое видео. Поздравляю вас всех с наступающим праздником, светлой Пасхи. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда царила гармония, счастье. И чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы. Это самое главное. Расскажите, какие планы у вас на пасхальные дни. Мы собираемся на ночную службу с девочками первый раз. До этого мы никогда не посещали ночные службы. Сказала девочкам, что если они поспят в обед, то обязательно пойдем. А еще я собралась печь куличи. До этого я всегда пекла маленькие кексы. Мы также с детишками их украшали. Но в этот раз я решила прям полноценные куличи испечь. Поделюсь результатом обязательно в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь на меня в телеграм-канале. Там я бываю чаще. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока.